Тайны библейских сказаний Добрый день Итак, очередная глава Торы, которая будет на этой неделе читаться во всех синагогах мира. О чем она рассказывает и главное, о чем она может рассказать и предупредить нас, грешных? Ну, как всегда, недельная глава Торы очень актуальна. Я сейчас расскажу, и вы сами в этом убедитесь. Читают на этой неделе две главы Матод и Масей. И в них идет речь о еврейской солидарности. Здесь идет о том, что евреи уже подошли к Икеи Адам. Они уже вот-вот перейдут в эту реку, войдут на территорию западной эры СССР. Но в этот момент, когда готовятся они перейти, то попрощаются к Моисею представители трех колен. Гада Левена и половина колена Минаша. И говорят, у нас много скота, у нас много очень овец, коров. А тут большие площади, большие поля, луга. Ведь эры СССР, обещанная всем, земля обетованная, она не только от Иордана до Мурия, она и за Иорданом. Вот вся территория нынешнего Иордания, это та самая РСССР. И англичане, когда получили мандат от Лиги Наций на то, чтобы предоставить евреям их национальный дом, они беззаконно, самовольно отдали, разделили этот мандат, эту землю на две территории. И одно из них отдали своему союзнику в борьбе с турками, королеву Фейсалу. То есть, почему эти земли были незаконно отданы? Поскольку еще тогда, в библейские времена, на них жили два с половиной колена. И вот эти колена пришли к Моисею и говорят, мы сейчас хотим здесь остаться, построить здесь города и здесь. Но Маша им говорит, мы же вот-вот переходим Иордан, нужно будет там воевать, там сильная армия. Как же ваши мужчины не присоединятся к нашей армии? И тогда ему говорят, мужчины, мы оставим женщин, мы построим какие-то города небольшие временные, мы в них оставим женщин, детей и имущество, и скот, а сами присоединимся к армии и пойдем воевать, помогать оставшимся коленам завоевать землю Израиля. И тут не может не возникнуть вопрос, который мы уже обсуждали на прошлой неделе, но ведь мы знаем, что сила еврейской армии, она же не в численности. Именно поэтому Билам посылал проклятие, поэтому он посылал этих мавитянских женщин с силой тюреев в их связи со Всевышним. Что, Моисей этого не знает? Он прекрасно знает армию, тюреев как армия в боевом смысле. Она ничего из себя не представляет, поскольку Деверея ведь 200 лет были рабами, и только выйдя из Египта, они взяли в руки оружие. То есть у них солдат профессиональных никогда не было, а этому делу надо учиться. Так почему Моисей требует, чтобы мужчины этих двух с половиной колен присоединились к красавшимся коленам? Не из-за военных вопросов, а только потому, что это должно продемонстрировать всем солидарность евреев. Потому что когда евреи солидарны между собой, когда евреи едины, то и Всевышний к ним относится совершенно иначе. Единство евреев оказывает влияние на единство между евреями оказывает влияние на единство евреев со Всевышним. И это было всегда. Я хочу привести в качестве примера. Бессория, которая подошла не 3,5 тысячи лет назад в Зайордане, а 200 лет тому назад в Подоле, в деревушке, в местечке Меджбаш. Жил в нем тогда Байр Шилдов, или Беш, сокращенно, основоположник хасидизма. И у него был круг приближенных, несколько десятков учеников, которые потом сами стали адморами, то есть у них были свои хасидские дворы, они руководили сотнями, тысячами, миллионами евреев по всей Европе, но тогда они были еще его учениками. И каждый день они учились вместе с Байр Шилдовым, молились вместе с ним, слушали его рассуждения о Кабале, о разных тайнах Торы. И каждое утро, когда они молились, они молились долго, вдохновили, но сравниваться с Бештом они в этом смысле не могли. Он всегда заканчивал намного позже их молитву. Они, когда заканчивали свою, они сидели и ждали, пока Бешт не завершил. И вот как там зимой навалилась на межбость пурга, метель, снег, подвали, бывают такие зимы, нечасто, но бывают. И вот Бешт молится в этой синагоге, она холодна мне. Щели в него задывает ветер, у Бешта лицо пылает, по нему текут капли пота, а ученики продвогли, они сидят, они уже прекратили молиться, им холодно. И они только-то переглянулись, и тишили между собой. Пока Бешт молится, мы выскочили, у тебя там есть корчва одна, ты будешь держать юридность, там все каширно, мы себе по стаканчику чая, леках возьмем себе пирог, перекусим, согреемся, и как раз вернемся к концу молитвы Рэбе. Так они и сделали, почему-то они стукли дверь, в большинстве их даже не услышал, пошли, поели, попили, вернулись, но они ожидали увидеть, что Рэбе стоит у стенки, раскачивается и молится, а они увидели его, когда он сидит на скамейке с растерянным лицом. И они спросили Рэбе, а что, что произошло? Москва, ну как же, я поднимаюсь ввысь, в высшие духовные миры, опираясь на ваши плечи, я стою на ваших плечах, и вот я уже чуть было не вознесся на самый верх, вала Мацелут, а плечи вдруг исчезли, и я упал, и вся моя молитва закончилась. Сейчас без вас я не могу, мы должны быть едиными для того, чтобы я мог подняться в высшие духовные миры. И этот принцип, он всегда был для теории очень важным. Когда теории едины, они могут подняться на самые высокие бешины, но когда у них нет единства, они могут упасть на самое дно самого глубокого ущелья. Но что для нас актуально в всей этой истории? Понятно? Сегодня посмотрите вокруг, что творится в Израиле. Как народ заздроблен, как он между собой ржугается, когда эти анархисты перекрывают дороги, перекрывают аэропорт. Какую волну негодования это все вызывает. А они с какой энергией все это делают. Ничего хорошего для всех из этого не выйдет. Надо искать какие-то иные пути, надо искать какие-то другие способы спорить. Спорить он сегодня в Израиле. Таким, каким быть Израилем. Какими их противниками видят Израилем. Но спорить-то надо иначе. Нужно спорить так, чтобы не нарушалась вот та самая солидарность. Поскольку солидарность евреев, она на самом деле самая главная. Не будет солидарности, не будет нам победы над нашими другами. И не поможет нам ни оружие, ни мощная экономика, ни что остальное. Это и самый главный урок. Нужно быть солидарными. Нужно не смотря ни на что уважать друг друга. Не грубить, уважать друг друга. Относиться другим с уважением. И только тогда мы сможем все вместе выстоять и победить. Амин. Это такая идеальная модель, так сказать. Я что-то не помню, когда евреи были едины. Даже в Израиле. Но надо к этому стремиться. Абсолютно согласен. Возвращаясь к первоисточнику. Присоединились эти мужчины к Маше и пошли дальше? Отвоевывать в Израиле. Все по-честному было, да? Соединились и воевали. И когда земля Израиля была захвачена, они вернули их своим семьями. И в благополучии там жили сотни лет. Именно поэтому и восточная, то есть за Иорданией, эта земля Израиля. И что нам теперь надо отвоевывать или как? Когда придет Маше и Бесмене, она будет наша сегодня в нынешней политической ситуации. Конечно, завоевывать Иорданию никто не собирается. Но надо совершенно четко знать, где наши границы. Что нам принадлежит, а что нам не принадлежит. Так вот, скажем так, Эйлад на самом деле, он ведь не принадлежал древнему Израилу. Это не было Эрес. И Сельдер Бенгурел послал рот у солдата его захватить. Поэтому исторически это не Эрес. А вот голландские высоты все и вся Иордания, они принадлежали древнему Израилу. Спасибо. Спасибо большое, Давид Шехтер. Писатель, журналист, полковой раввин израильской русскоязычной прессы. Наша программа подошла к концу. Читайте Тору. Там все написано.